МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для лидерства в этой сфере у региона есть богатейшая природа, исторические традиции и уникальное расположение. Уже сегодня многие муниципалитеты края поняли, что именно туризм может стать для них выигрышным билетом. Например, Левокумский район приглашает всех желающих познакомиться с бытом казаков. Это кухня, традиционная кухня, уникальная казаков-некрасовцев по рецептам 17 века. Это уникальный этнографический музей казаков-некрасовцев в посёлке Новокумский. И уникальный фольклорно-этнографический коллектив, носителей культуры казаков-некрасовцев. Власти региона уверены, что именно туризм способен дать Ставропольской экономике дополнительный импульс для роста. Хотим открывать новые точки роста, именно связанные с туризмом, на территории муниципальных районов. Такие, как Понасенковский район, Александровский район, Левокумский район. Всё, что связано с самобытностью казаков-некрасовцев, сельским туризмом, в данном случае выращиванием винограда. Также Кочубеевский район, Шпаковский, Изобильнинский. Где присутствуют ресурсы? Самое главное – желание руководства муниципальных районов, желание продвигать себя. Задача властей – увеличение въездного потока туристов на Ставрополье. Помочь развитию отрасли должны краевая и федеральные программы. Благодаря им и старанию муниципалитетов к 2016 году доля туристических услуг в экономике региона должна увеличиться вдвое. Ставрополье стало лидером среди российских регионов по производству рапса. Урожай этого года – почти 170 тысяч тонн. Рапсовое масло становится всё более популярным в мире, как сырьё для получения топлива. Основной его заказчик – Италия. В августе текущего года объём экспорта рапсового масла по сравнению с июлем вырос в 10 раз и достигнул рекордного показателя. В этой ситуации площадь сева Азимова-Рапса на будущий год в крае увеличена в полтора раза – до 150 тысяч гектаров. Правительство России не будет повышать минимальный размер оплаты труда в будущем году. Он останется на нынешнем уровне 4611 рублей. Последний раз мурот повышали в июне текущего года на 6,5%. При этом он отстаёт от прожиточного минимума почти на треть. Ведь и во втором квартале 2011-го этот показатель составлял 7023 рубля. Правительство аргументирует заморозку минимальной зарплаты отсутствием интереса у властей и регионов. Дело в том, что субъекты страны могут самостоятельно устанавливать региональный мрот выше федерального. Но на сегодняшний день это сделали только треть российских регионов. И, кстати, Ставропольский край в их число не входит. Также среди аргументов в пользу отказа от индексации мрот рост страховых взносов и грядущая реформа бюджетной сферы, в результате которой зарплата работников будет зависеть от деятельности бюджетных организаций. Повышение мрот в 2013-2014 годах будет зависеть от экономической ситуации в стране. И в заключении курса валют. Евробанки сегодня покупали за 43 рубля, а продавали за 43,60. Доллар курс покупки 32,55, продажи 33,17. Курс валют, установленный Центробанком на завтра, евро 43,46, доллар 32,64. Продолжение следует...